Ты подписался на наш канал? Зарегистрируйся наконец в ютубе и подпишись на наш канал, тебе нравятся наши видео. Эй, what's up, guys? Всем привет, с вами альтернативная гитарная школа Ironstar, и я Дмитрий Лебедев. Давненько мы не разбирали чего-то народного, и сегодня дадим гарри от белорусских пацанов из группы Brutal. Спасибо пацанам за актуальное творчество. Я решил разобрать эту песню в двух вариантах. В этом видео, которое ты сейчас смотришь, я разберу первую партию гитары. Выучив ее, ты сможешь играть и петь одновременно, аккомпанируя себе. А в этом видео я разберу вторую, сольную партию гитары. Выучив ее, ты сможешь играть вдвоем с другом или подругой. А в этом видео ты сможешь посмотреть кавер на песню Гарри от команды Ironstar. Посмотри его обязательно, так ты услышишь и увидишь, как эта песня звучит с двумя гитарами. Ну что ж, к разбору поехали. Разделим всю песню на составные части. Вступление, куплет, предприпев, припев, соло. Начнем со вступления. Играется оно так. Начинаем с аккорда F5. Для этого указательным пальцем прижимайте третий лад четвертой струны, а безымянным прижимайте пятый лад третьей струны. Медератором играем по тем же струнам. По четвертой и третьей четыре удара. Раз, два, три, четыре. Затем этой же конструкции переезжаем на шестой лад тех же струн. И это у нас получается аккорд G-диез 5. Играем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Можно это сделать со слайдом, например. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем вы поднимаете безымянный палец и ставите кварту на тех же самых струнах. Это шестой лад четвертой и третьей струны. Указательным пальцем прижимаете. Четыре удара. Раз, два, три, четыре. И затем переезжаете на пятый лад этим же пальцем. Лад вниз, те же струны. Четвертая, третья. Раз, два, три, четыре. Вышеописанное нужно сыграть два раза. Дальше переходим к куплету. И он у нас играется точно так же. Играем четыре повтора. Раз, два, три, четыре. Дальше следует часть, которую я назвал предприпев. Здесь у нас по сути идут те же аккорды, но мы уже берем их посолиднее и играем по трём басовым струнам. Начинаем мы с того же аккорда F5, только берем его уже на октаву ниже. И указательный палец ставим на шестую струну, первый лад. Затем безымянный на пятую струну, третий лад. И мизинец на четвертую струну, третий лад. Играем четыре раза по басовым струнам. Раз, два, три, четыре. Затем этой конструкцией перемещаемся на четвертый лад. И это у нас получается аккорд G-диез 5. Тоже четыре раза. Раз, два, три, четыре. Потом мы ставим кварцекст-аккорд аккорда C-диез. Для этого мы средний палец ставим на шестую струну, четвертый лад. Безымянный на пятую струну, четвертый лад. И указательный на четвертую струну, третий лад. И не поверите, тоже четыре раза. Раз, два, три, четыре. И затем смещаемся на один лад вниз этой же конструкцией. И это у нас получается кварцекст-аккорд аккорда C или D-мажор. И тоже четыре раза. Раз, два, три, четыре. Все это играем дважды. На последнем аккорде вы можете сыграть не четыре удара. Раз, два, три, четыре. А три удара. И последняя нотка четвертная. То есть раз, два, три. И сделать слайд. Переходим к припеву. Сыграем. Давайте разделим его условно на четыре части. Часть один. Начинаем с аккорда F5. Играем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Затем смещаемся на струну вниз. Безымянным и мизинцем. То есть мы переходим на четвертую и третью струну. А указательным прижимаем баре на шестой и пятой струне. И это у нас получается аккорд A-D-S5 с доминантой к басу. Тоже играем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Он так достаточно мощно звучит. Затем перемещаем всю эту конструкцию на шестой лад. Это у нас получается аккорд D-D-S5 с доминантой к басу. Опять четыре раза. Раз, два, три, четыре. И заканчиваем первую часть припева так. Мы переходим на третий лад шестой струны. Это у нас получается квинт-аккорд G-D-S5 на четвертом ладу. То есть мы играем три раза. Раз, два, три. Затем сдвигаемся на третий лад этой же конструкции. И играем еще один раз. Это аккорд G-V. Соединим все это. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем часть два припева мы начинаем с аккорда F5. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Затем тут изменения по сравнению с первой частью. Ставим кварц-экст-аккорд C-D-S. Тоже четыре раза. Раз, два, три, четыре. Затем переходим на шестой лад и ставим аккорд D-D-S с доминантой в басу. Играем по четырем басовым струнам. Раз, два, три, четыре. Затем, как в первой части, заканчиваем аккордом G-D-S5. Так, квинт-аккорд на четвертом ладу три раза. Раз, два, три. И затем сдвигаемся на третий лад и играем один раз. Это аккорд G-D-S5. Сыграем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь часть три. Ее мы играем точно так же, как и часть один. Часть четыре мы начинаем точно так же, как и часть два. То есть, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но потом вместо двух аккордов играем один аккорд G-D-S5 на восьмом ладу, начиная с шестой струны. Шестая, пятая, четвертая. Это квинт-аккорд. Просто играем один удар, который длится, как половинная нота. То есть, до этого мы играли восьмыми. Раз, три, два, и, три, и, четыре, и. И затем последний удар, это аккорд G-D-S5 на восьмом ладу, напоминаю, мы играем подсчет раз, и, два, и. Сыграю все это медленно. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и. Сыграю весь припев. Следите внимательно за частями и аккордами. После припева у нас идет проигрыш, который точно такой же, как вступление. Его мы уже знаем. Играем два раза. Затем у нас следует второй куплет, который точно такой же, как и первый. Играем четыре раза. После второго куплета играем предприпев. Его мы уже знаем. Здесь, в конце, на последнем аккорде, для пущей динамики, можно сыграть не четыре раза. Раз, два, три, и, четыре. Не восьмыми длительностями, а шестнадцатыми. Восемь раз. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединим. После предприпева, как и следует из названия, идет припев. Это будет второй припев. И играем его мы точно так же, как и первый. Затем мы снова играем предприпев два раза. И первый раз мы можем сыграть не восьмыми длительностями, а половинными. То есть... Фух, вы еще живы. Держитесь, еще чуть-чуть осталось. Дальше у нас идет соло, которое на этой гитаре, по сути, то же самое, что и предприпев. Его мы играем еще дважды. Дальше у нас следует два припева, типа третий и четвертый. Играть вам их не буду, так как они точно такие же, вы их уже знаете. А заканчивается эта прекрасная композиция большим количеством предприпевов. Упомнить, сколько их там практически невозможно, поэтому поиграйте их для проформы несколько штук. И когда вам надоест, заканчивайте на аккорде F5. Вот, собственно, и вся песня. Также напоминаю, если кто не знает, что недавно я открыл собственную гитарную школу в городе Киеве. Мы находимся в самом центре и рады всем. Всю детальную информацию о нашей школе, занятиях и обо мне ты можешь найти на сайте irockstar.tv. Также переходи по этой ссылке и смотри промо-видео нашей школы. Приходи к нам учиться и научись, наконец-то, нормально играть на гитаре. А с тобой были Дмитрий Лебедев и альтернативная гитарная школа irockstar. Став лайк.